В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспондент информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Коротко о главных событиях. Беларусь отметила День независимости. Праздничные мероприятия прошли в областном центре. Как быть и кем быть? В стране завершился первый этап вступительной кампании «Централизованное тестирование». Быстрее, выше, сильнее. Брест принимает 10-е юбилейные Балтийские юношеские игры. Об этом и не только прямо сейчас. Конечно же, одним из главных событий прошедшей недели стало празднование в нашей Республике Дня независимости. 73 года назад, 3 июля 1944 года, в ходе операции «Багратион» столица Белорусской ССР, город Минск, был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Решение сделать этот день главным для страны официально принято в 1996 в результате республиканского референдума. С тех пор ежегодно важная дата собирает белорусов на многочисленных мероприятиях, памятных митингах, концертах и акциях. Вместе с нашими корреспондентами мы предлагаем вам вспомнить, чем был особенный этот день независимости для Бреста. Мероприятия, посвященные главному государственному празднику в городе над Богом, стартовали на Площади Свободы. Цветы и венки к памятнику воинам и свободителям Бреста возложили представители городской вертикали власти, депутаты и дипломаты, молодежь. Продолжение по традиции на священной земле Брестской крепости. Здесь, на площади церемониалов, жители и гости областного центра собираются в честь самых важных и значимых дат, чтобы вспомнить, каким непростым был путь Беларуси к независимости, поклониться тем, кто пал в борьбе за свободу, сказать спасибо тем, кто сражался и выжил. Гордиться у нас есть чем, не только историей, но и теми делами, которые наши соотечественники в разных отраслях, значит, народного хозяйства, культуры, спорта проявляют, можно называть эти имена. Это тоже наша история, наша гордость. И это является патриотизмом, мы должны на этом учить. Ну, конечно, прежде всего, та история и вот такие прекрасные памятники, которые сохранились. Это символ героизма и стойкости нашего народа. Каждый год наш город становится краше и краше. Республика становится богаче и богаче. Я это на себе испытываю. Вот когда у меня спрашивают, что тебе надо, ну, как ветерана, я говорю, мне надо только здоровье. Я полностью обеспечена государством. И я рада, что мы живем в таком замечательном государстве. Кто не приезжает в нашу республику, все дают высокую оценку. По традиции праздничные мероприятия проходили и в двух территориальных единицах Бреста. В Ленинском районе состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны, а также тех, кто вносит посильный вклад в развитие города сегодня. Гордость и слава областного центра и его жители. Именно они строят новые дома, модернизируют предприятия, растят и воспитывают детей. Их неоценимый вклад достойен наивысшей оценки. Не хлебом единым жив человек. То есть не все материальное приносит, но, наверное, и духовное. И вот этот праздник, который сегодня проводится в микрорайоне Березовка, это тот, наверное, духовный праздник. Это действительно связь поколений, потому что праздник проходит накануне нашего знаменательного события Дня независимости Республики Беларусь. И сегодня, может быть, так салфало, что и как раз отмечается 25-летие со дня открытия 32-й школы. И как раз и на сцене были тот первый директор, Михаил Михайлович, который начинал строить эту школу, руководил этой школой. Дальше передал надежные руки Татьяне Васильевне. И она длительные годы руководила этой школой, а дальше передала в руки Сергея Васильевича, нынешнего директора. И вот эта вот связь, а связь поколений почему? Потому что 3 июля. И вот мы видели сегодня на сцене, что чествовали ветерана войны. Это много молодежи на празднике, детей, школьников, которые действительно понимают, какой ценой все это далось нам сегодняшний праздник, такое вот спокойствие в нашей стране, в которой мы сегодня живем. Тем временем Московский район встретил День независимости в буквальном смысле с обновками. Возле торгово-развлекательного центра «Экватор» праздничная программа началась в полдень. Здесь заработали сразу несколько площадок, в их числе и детская игровая. Ее открытие с нетерпением ждали и юные брещане. Мне нравится вот эта большая площадка. Ты рад, что здесь появилась такая площадка? Теперь, наверное, часто здесь будешь играть. А с кем сюда приходишь? Я с папой приходю только. А папа доволен, что такая площадка есть? Ага, доволен. Я буду приходить с друзьями на площадку. Игровая площадка – важный, но не единственный подарок брещанам главному государственному празднику. Возле «Экватора» теперь есть и фонтан, который в жаркую погоду точно станет центром притяжения. К слову, щедрые подарки подготовили владельцы торгового центра. И когда мы сюда пришли, уже в городе очень много было брендов. Там Европ, Корона и тому подобное. И мы решили, что приходя по сни к ним, мы должны иметь какое-то отличие от того, что называется просто коммерческая торговля. Просто человек приходит, когда в магазин, он должен еще получить удовольствие маленькое. То есть посмотреть там, оставить детей на детской площадке, чтобы ему было комфортно, там фонтан. То есть такая территория должна быть не просто рядом с торговым центром, чисто прибежал, машину бросил, купил, уехал. Она должна, тем более в таком районе, как Восточный, должно быть какое-то место, где люди не только пришли, купили, но и чуть-чуть отдохнули, чуть-чуть ритм жизни сменили. Большие праздничные гуляния развернулись в парке культуры и отдыха. Выставка ремесел области, насыщенная концертная программа, спортивное состязание. Однако с особым трепетом брещане и гости города ожидали еще одного важного события – открытие колеса обозрения. Аттракцион по многим параметрам существенно превосходит своего предшественника. Он стал выше, комфортабельнее, интереснее. Дорогие друзья, вы, наверное, согласитесь со мной, что какой бы ни был красивый парк, если в нем нет колеса обозрения, он какой-то немножко незаконченный. Вот, понимая это, год назад мной была поставлена задача демонтировать ту конструкцию, которая давно уже была самортизирована, и найти варианты хорошего замещения колеса обозрения большим и более красивым форматом. Я очень рад, что сегодня у нас в Бресте второе в Республике Беларусь по размерам колесо обозрения. Ни один областной город не имеет такой красоты 40-метрового. У всех так и осталось 28 метров колесо обозрения. Поэтому замечательное, хорошее событие. Очень здорово, что оно будет работать круглогодично. Здесь есть специальные кабинки с подогревом. Но мы на этом останавливаться не будем. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы в нашем городе было как можно больше мест для отдыха, для отдыха с детьми прежде всего. Испытать, что называется на себе, в первое путешествие городоначальник отправился вместе с представителями вертикали власти. Уникальная природа, удивительная архитектура областного центра и даже отдельные виды соседствующего с Брестом Тересполя. Все это смогут увидеть брющане, поднявшись на высоту. Замечательный комфорт, потому что круглогодичное использование этого аттракциона позволит, во-первых, его быстрее купить и получать ощущения в этом парке в течение всего года. Понимаете, это очень здорово. Ощущения превзошли ожидания. Традиционная республиканская акция «Споем гимн вместе» завершила большую плеяду праздничных мероприятий по всей стране. В Бресте в рамках проекта прошел большой праздничный концерт с участием лучших коллективов региона. Кульминацией праздника стало исполнение одного из главных государственных символов – гимна Республики Беларусь под залпы праздничного салюта. Символ будущего Беларуси. В день независимости нашего государства в Брестском родильном доме на свет появилось семь малышей. Поздравить мам с этим важным событием в учреждение здравоохранения отправились представители вертикали власти региона и города, а также специалисты областной организации Белорусского общественного объединения «Белая Русь». Подробности в следующем материале выпуска. Появление на свет малышей нового поколения берестейцев – достойный подарок для Брещины. Появление в символичный для государства день – День независимости Республики Беларусь. Знаковое и значимое событие. Молодые мамы личному подарку судьбы несказанно рады. И хотя многие еще не успели ощутить счастье материнства, не могут отвести глаз от своих чад. Предвкушают скорейшую выписку и пребывание дома. Каждая из семи мам – пациенток Брестского областного роддома. Доволен тем фактом, что ребенок появился на свет в государственный праздник. Многочисленные слова поздравлений с таким событием в их жизни они принимали от высоких гостей. Эти дети родились в независимой стране, в суверенной стране, которая называется Республика Беларусь. И естественно, то, что они родились в самый главный праздник нашей страны, это еще и очень символично. Я скажу, что это даже и не только символично, а, наверное, и очень почетно, потому что действительно мы можем сегодня гордиться своей страной. Вот белорусы впервые практически в истории обрели суверенитет, независимость, свою страну. И, конечно, здорово, когда мы живем в тихой, спокойной стране. Мы уверены в завтрашнем дне. Конечно, проблем много еще, и не все у нас так гладко. Но, тем не менее, чувствовать себя гражданином нашей страны, я думаю, это высокая честь. Знаковый день в Брестском областном роддоме. Родилось пять мальчиков и две девочки. Представители Брестской областной организации и Республиканского общественного объединения «Белая Русь», как и прежде, не остались безучастными. За много лет они успели поздравить порядка 300 появившихся на свет граждан Беларуси. Сегодня многие из них уже пошли в школу. Поздравляя мам и детей, родившихся в знаменательный день в этом году, гости пожелали новорожденным стать настоящими патриотами в будущем. Очень приятно, что такой день отмечен такими подарками, сюрпризами. Это же останется в памяти на всю жизнь, наверное. Конечно, главный свой подарок я получила, но все равно все очень приятно. Сегодня все чаще женщины задумываются о рождении и второго, и третьего ребенка. Более 50% составляют повторно родящие. Именно поэтому Брестская область по-прежнему на первом месте по рождаемости в стране. В том, что тенденция сохранится, сомневаться не приходится. У нас самая высокая продолжительность жизни в области. На нас вся республика равняется. У нас и самая высокая рождаемость. Поэтому показатели у нас демографические все неплохие. Их надо удержать, конечно, достигнуть. Мы их достигли. Но всегда говорят, забраться на Олимп проще, чем потом удержаться. Поэтому, естественно, это долгосрочная политика. Это политика всей нашей страны, в том числе и Брестской области, по демографической безопасности нашей страны. И, естественно, уже за 25 лет самостоятельной суверенитета страны, в общем-то, вот они уже есть серьезные плоды, скажем, этой работы. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. На несколько дней областной центр стал местом консолидации молодых спортсменов из разных уголков мира. С 7 по 9 июля Брест принимает 10-е юбилейные Балтийские юношеские игры. Более полутора тысяч юношей и девушек на протяжении трех дней на ведущих спортивных площадках города будут бороться за награды престижных соревнований. Накануне в городе Надбугом в спортивном комплексе «Виктория» состоялось торжественное открытие. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Молодые спортсмены из восьми стран мира прибыли в эти дни в областной центр. Брест принимает 10-е юбилейные Балтийские юношеские игры. Торжественная церемония открытия прошла в спортивном комплексе «Виктория». В мероприятии приняли участие представители вертикали власти области и города. Принять международное соревнование европейское, наверное, престижно для любого города. Тем более, в Минске уже привыкли в столице проводить крупное международное соревнование. У нас, вот в этом зале мы тоже проводили и Лигу чемпионов по гонболу. Но вот такое массовое мероприятие, которое много видов спорта, как 16, это престижно. Первый раз, ну и полторы тысячи человек, которые приехали к нам из восьми стран, они увидят наш город, увидят, как мы живем. Это тоже очень хорошо. Принимать 10-е Балтийские игры для города над Бугом – миссия особая. Этот опыт станет хорошей основой для того, чтобы рекомендовать свои площадки для проведения международных соревнований разного уровня. Причем проводить их можно будет не только в столице, но и в регионах. Однозначно, крупные, большие турниры надо, чтобы проходили в регионах. Это действительно подымет и спортивный статус регионов, потому что инфраструктура в наших регионах, ну просто замечательная и на высшем мировом уровне. И это надо использовать. В составе белорусской сборной 380 спортсменов. Несмотря на довольно юный возраст, а принимают участие в соревнованиях молодые люди 13 и 17 лет, все они нацелены на высокие достижения, рекорды и, конечно же, победу. Я считаю, Балтийский – это очень хороший уровень. Я очень рада, что отобралась. Ну и в дальнейшем буду участвовать, буду стараться и участвовать в более серьезных соревнованиях. Волнение немножко есть, но у меня боевой настрой, настроена я на первое место. В первый же день спортивный комплекс «Виктория» принимал два вида испытаний – гандбол и волейбол. Всего в рамках трех соревновательных дней в Бресте свои силы юноши и девушки проверят в 16 спортивных дисциплинах. Легкая атлетика, стрельба из лука, бокс, гребля на байдарках и каное, гребля академическая, футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, теннис, фехтование. Зарубежные гости высоко оценили потенциал спортивной инфраструктуры города над Бугом. В том числе и этот фактор должен стать еще одним шагом на пути установления международных отношений. Я в восторге. Я не представлял, что ваша спортивная инфраструктура на таком высоком международном уровне. Конечно, здесь могут и должны проходить разные соревнования. Если мы хорошо проведем эти соревнования так, то участников и организаторов, я думаю, будет настроение хорошее приехать еще раз к нам в город, а мы со своей стороны, с Министерством спорта и туризма приложим усилия, чтобы таких соревнований в Бресте было побольше. А желание тогда у спортсменов других стран, и когда они почувствуют хорошее гостеприимство с нашей стороны, конечно, приехать будет тоже, я думаю, побольше желания. Есть что показать у нас в Бресте. Кроме же спорта у нас много есть примечательных мест, где можно посетить. Это и Брестская крепость, и Беловежская пуща, и другие объекты. Поэтому я думаю, что здесь можно сочетать и спортивные мероприятия, и культурные отдыха. Анастасия Ноздрим, Плотницкая, Денис Величкович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. 2 июля закончился один из важных этапов вступительной кампании образца 2017-го. Абитуриенты сдали последнее тестирование. Замкнула основную часть цикла испытаний «Всемирная история». В настоящее время ребята, которые в силу объективных причин не смогли попасть на свои тесты в основной день, используют возможность сдачи в резервные. В текущем году их три – 6, 8 и 10 июля. На Брещене таким правом решило воспользоваться более полусотни человек. Небольшой процент от общего количества. А потому определенные итоги тестирования можно подвести уже сегодня. Подробности в сюжете Анастасии Стропко. Централизованное тестирование на Брещене, начиная с момента регистрации и заканчивая непосредственно испытаниями, прошло без нарушений. Специалисты отмечают собранность и ответственный подход к делу абитуриентов, а также слаженность и профессионализм людей, которые работают в пунктах тестирования. Централизованное тестирование закончилось у нас 2 июля. По Брестской области, по всем пунктам проведения ЦТА, каких-то нарушений, удалений, естественно, не было. И это, в общем-то, достаточно хорошо. Почему? Потому что, в общем-то, показывает то, что наши, наверное, абитуриенты, ну, наверняка, более дисциплинированы, может быть, в отличие от других областей. Ну и, кроме того, естественно, работа самих пунктов показывает, что, в общем-то, мы можем проводить тестирование без каких-либо таких вот эксцессов. Было выдано более 54 тысяч пропусков по всем предметам. В этом году, напомню, что можно было пройти 4 предмета, но, опять же, ажиотажа какого-то не наблюдалось. То есть, примерно каждый третий либо четвертый человек регистрировались на четвертый предмет. Общая неявка по области примерно 2400 человек. В настоящее время абитуриенты, которые в силу объективных причин не смогли попасть на тот или иной предмет в основной день, сдают его в резервный. Однако период этот закончится совсем скоро. Сразу за ним стартует очередное время выдачи сертификатов. Ребята, соответственно, с 10 июля смогут получить сертификаты в тех пунктах, где они проходили непосредственно предмет. Сертификаты выдаем от 1 балла до 100 баллов. То есть, каких-то ограничений, соответственно, нет. Опять же, сертификат получает обязательно лично абитуриент. При предъявлении паспорта он возвращает те пропуска, которые ему были выданы, с отметочкой тестирования прошел, и взамен этого пропуска выдается сертификат. Представители центра тестирования напоминают период выдачи сертификатов. Образца 2017-го очень длинные. Закончится он 31 декабря 2018 года. А потому советуют не стремиться получить заветные квитки в первый же день выдачи. Как показывает практика, это длинные очереди и часы ожидания. К тому же, приемные комиссии вузов документы начнут приниматься только с 12 июля. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите новости на БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Для того, чтобы сохранить его, необходимо прилагать большие усилия. К сожалению, не все способны вовремя оградить себя от такой угрозы собственному здоровью, как алкогольная зависимость. Столкнувшись с ней, люди во многих случаях не в силах в буквальном смысле трезво оценить ситуацию, остановиться самостоятельно или обратиться к врачу. Эта тема не перестает быть актуальной, она волнует общественность. Накануне Дня профилактики алкоголизма в Бресте состоялась пресс-конференция врачей-специалистов, представителей УВД, на которой обсудили ситуацию в области, поговорили об эффективных методах борьбы с проблемой алкоголизации населения. Наша съемочная группа побывала в Брестском областном наркологическом диспансере и пообщалась с пациентами, которые столкнулись с этой проблемой. Широкомасштабная борьба с пьянством – это борьба за будущее поколение людей. Алкоголь уничтожает состояние здоровья миллионов, отзывается о сопутствующими заболеваниями и, следовательно, увеличивает вероятность короткой жизни и безвременной смерти. Еще никто из злоупотребляющих не становился счастливее или успешнее, увереннее в себе, любимее для близких и значительнее для окружающих. Разрушение семьи, психические расстройства, преступность, самоуничтожение – и это неполный перечень обратных симптомов, свидетельствующих о том, что нужно немедленно остановиться. Как правило, сигналы становятся навязчивыми для злоупотребляющих лишь после нескольких уже невозвратимых ситуаций, когда жалеть уже поздно о случившемся, но действовать нужно здесь и сейчас. У пациентов Брестского областного наркологического диспансера свои личные истории пребывания в учреждении. Счастливых нет, случайных тоже. Поддающихся оправданию самих зависимых едва ли, хотя, глядя на некоторые из примеров, делаешь выводы о том, что есть люди, которые видят свои недостатки, дают им реальную оценку и действуют. Сами обратились сюда, пришли? Да, сам. Почему? Ну, потому что дело в том, что многих людей не могут остановиться. Допустим, у меня здесь много знакомых, которые просто люди работают и все. Ну, получается так, что начинают пить, не могут остановиться, там не могут тормознуть. А здесь, в принципе, все условия, никто здесь не держит. Если человек пришел сюда, соответственно, может в любой момент написать бумагу, что он вылечился, что все нормально, когда он себя чувствует, что ему уже нет ни тяги, ничего. А в своей компании, допустим, у себя в деревне или в городе или где-то еще он просто не может остановиться. Здесь находятся в основном те, которые действительно хотят тормознуть, как бы какое-то время провести здесь. Спокойствие, книги, пожалуйста. Хочешь, отпросился, сходил домой, сходил, повидал своих там родственников, близких и так далее. А когда вы даете себе слабину, много можете выпить? Ну, немерено. Не умение вовремя остановиться знакомо каждому из пациентов учреждения. Другой вопрос в том, что окажется сильнее – характер человека или же зависимость. В случае нашего героя перевесило чувство ответственности за свое здоровье, за спокойствие близких. Пример другого пациента – 60-летнего Николая Александровича. Если нельзя назвать поучителем, то уж точно безнадежным сложно признать. Сложности при трудоустройстве стали поводом для затянувшейся депрессии. Бывает и так, чуть-чуть. Бывает, совсем не пью. Что выпиваете? Водку. Пиво не пью, вина тоже. Ну, по собственному желанию сюда пришли? Ну да, по собственному, конечно. А когда? Сколько вы уже здесь? Ну, уже две недели. Как подумаешь, что лучше бы купил там что-нибудь. Полезное? Ну да. В этом месте многие делают выводы, принимают взвешенные решения в буквальном смысле – на трезвую голову. Здесь так классно, что ты утром проснулся, и тебе ничего не хочется, никакого похмелья нету. Чувствуешь себя отлично. То есть, ничего не надо. Вот там, допустим, проснулся утром, там надо обязательно 100 грамм выпить. Было очень дренло. А здесь утром проснулся нормально. То есть, как в армии. Ты знаешь, проснулся, есть какой-то порядок построения, получение лекарств. Ты знаешь, что есть порядок, и ты здесь не задумываешься. То есть, все отрицательное, эмоции какие-то, негатив весь. То есть, он как бы уходит. Сегодня в Брестском областном наркологическом диспансере на стационарном лечении 55 человек. 14 из них – женщины, 7 из них в процессе реабилитации. До недавнего времени алкоголь был смыслом и содержанием их жизни, вытесняя другие интересы. Сегодня они делают первые шаги на пути к своему здоровью. В Брестской области проблема пьянства актуальна. Сегодня почти 25 тысяч берестейцев страдают хроническим алкоголизмом, что по численности практически совпадает с населением всего Жапенковского района. Около 2 тысяч из них несовершеннолетние. 19,5 тысяч человек по Брещине состоят в группе профилактического наблюдения. В среднем на 15% меньше выявляемость стала пациентов, больных хроническим алкоголизмом. А психозов алкогольных, то есть простым языком белой горячки, стало на 84% меньше, чем в 2005 году, то есть, когда была принята первая программа государственная. Сейчас у нас уже третья программа. Работа, благодаря этим госпрограммам, работа стала систематизированной. В эту работу увлечены все ведомства государственные. Привлекаются и общественные объединения, организации, религиозные конфессии. То есть, всем миром боремся с этой бедой. Результатом целенаправленной работы является устойчивая тенденция к снижению числа лиц, страдающих алкоголизмом. Большую роль в деле играет профилактическая работа. Одно из направлений которой – раннее выявление людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Осознавая опасность, которую несет за собой вредная привычка, представители всех заинтересованных ведомств делают все возможное, чтобы избежать плачевного финала. Примерно треть преступлений совершается в пьяном виде. Причем эта треть – это тяжкие, большая часть – это тяжкие, особо тяжкие преступления. В настоящее время произошло снижение данных преступлений с 1307 до 1207. Однако 80% убийств и 90% тяжких телесных повреждений совершено в пьяном виде. То есть наиболее опасные преступления. Также в настоящее время в органах внутренних дел осуществляется учет в отношении 6 тысяч граждан, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за совершение проношения в состоянии алкогольного опьянения. С данными лицами проводятся определенные работы. Это профилактические беседы, участие в различных профилактических мероприятиях, то есть в выездные суды, заседания советов общественных пунктов охраны правопорядка. Алкоголь наносит вред не только тому, кто сам им злоупотребляет, но и ведет к ряду неблагоприятных социальных последствий. Несчастным случаем – ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии, насилию и семейным трагедиям. Алкоголь наносит огромный удар по психике, ведет к снижению работоспособности, нарушению памяти и сна, немотивированным поступкам, в том числе самоубийством. Расплата за беспечность приходит позднее. Лишь вначале имеет место кажущееся веселье. Если человек не враг самому себе, он сделает взвешенный выбор в пользу отказа от сомнительного лекарства. Есть у меня такие пациенты, которые, один раз приняв решение, вот уже больше 20 лет, по крайней мере, живут, не употребляя алкоголь. У нас есть у людей три фермента, которые перерабатывают алкоголь. Если какой-либо из ферментов один или два сломался, это происходит на всю оставшуюся жизнь. Таким образом, если по какой-то причине человек опять возобновит потребление алкоголя, у него будут такие же запои, точно так же этих ферментов не будет и не появится. И лекарств, которые имеют свойство восстанавливать работу этих ферментов, пока что не существует. Поэтому в таком плане можно говорить, что бывших не существует, потому что даже если человек не пил 20 лет, а потом решил проверить, вероятнее всего у него будет старая реакция. София Бережная, Дород Букунович, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. Мир кукол ожил в Бресте. В областном центре проходит международная выставка «Панна доля». Проект реализуется вот уже 4 года. За это время участие в нем приняли более 600 мастеров из 22 стран мира. Каждый раз экспозиция обновляется. В ней появляются новые необычные экземпляры. На встречу со сказочным и необычным в выставочный зал на Советской отправилась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Более 100 уникальных авторских кукол вошли в очередную экспозицию проекта «Панна доля». Яркие, необычные, интересные, выполненные в разных техниках, они останавливают на себе внимание зрителя. Каждая кукла имеет свой характер, однако есть то, что объединяет всех их. Удивительная способность передавать настроение, чувства и эмоции своего автора. Я думаю, что каждый зритель, который придет к нам, придет на выставку, он найдет что-то свое, найдет в наших куклах какой-то знакомый силуэт, какое-то знакомое лицо, потому что это очень часто на выставках приходит человек, смотрит и он ищет в куклах соседку, родственницу. И, как правило, каждая кукла очень часто похожа на создателя. Впервые в рамках проекта в Брест приехали удивительные, бодуарные, скульптурные, плюшевые гости из разных уголков Беларуси, а также Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, России, Украины и даже Франции. Есть среди этого многообразие и работы наших земляков. Эта замечательная выставка приехала к нам в Брест. Появилась такая возможность поучаствовать, как говорится, дома и выставить самое свежее, самое то, что буквально закончилось за полчаса до монтажа. У меня все связано, картины, куклы. То есть это настолько вот такие процессы, когда я чуть-чуть отвлекусь от кукол, я рисую, когда я уже не рисую, я делаю кукол. То есть день разбит так, что утром куклы, вечером рисование или наоборот. Поэтому здесь вот все и собралось то, что было в работе. Вместе с куклами Анна представила на вернисаж и живопись. Кроме нее свои работы в областном центре выставляют художники из столицы. Она такая достаточно светлая и просторная, поэтому нам очень понравилась. И экспозицию было не очень сложно делать, даже легко, можно сказать. Потому что такие большие длинные локальные стены, они как-то так способствуют размещению работы. Знакомясь с выставкой, сложно не задержаться у некоторых отдельных экспонатов. Один из них – кукла Галины Дмитрук. Женщина входит в сотню лучших мастеров кукольников мира, а ее работы есть в известных коллекциях за рубежом. Длинноволосая красавица в исполнении автора сразу обратила на себя внимание гостей вернисажа. И это только один экспонат выставки. Горжусь тем, что на выставку приходят семьями. У нас не так много проектов, на которые можно прийти с семьей и получить удовольствие не только родителям, детям. А так получается, что родители ведутся, чтобы порадовать деток, а уходят отсюда, наоборот, воодушевлены тем, что они нашли свое счастье, нашли свою частичку детства. Познакомиться с эксклюзивным кукольным миром жители и гости областного центра смогут до 6 августа. Именно столько вернисаж пробудет в Бресте. Организаторы уверены, экспозиция получит в городе над Бугом свою порцию славы. Такой яркой и насыщенной событиями была прошедшая рабочая неделя. Все материалы, которые вышли в эфир, вы можете найти на сайте нашей телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. А я напоминаю, на БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 9 июля погоду в городе Бресте в основном будет формировать атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы. Утром возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 15-17 градусов выше нуля. Температурный фон дня – плюс 21, плюс 23. 10 июля большая часть Беларуси будет находиться в поле повышенного атмосферного давления и скажется влияние неустойчивых воздушных масс. В Брест днем ожидается поступление теплого воздуха из Центральной Европы. Преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин